По плану, обработка плавней и водоемов должна была начаться в конце марта-начале апреля, но с аномальным температурным сдвигом личинки кровососущих насекомых проснулись раньше. В связи с этим было принято оперативное решение о санитарной обработке плавневой зоны именно сейчас. Сдвиг произошел где-то по образованию переносчиков паразитарных заболеваний комаров, передача переносчиков ЗИКа и лихорадки западного ванила. Заболевание человека произошел где-то на три недели раньше. В связи с этим мы сейчас экстренно выполняем эти работы. Основная ударная сила – это вертолет сельскохозяйственного назначения Ми-2. Сотрудники «Гигиены плюс» готовят раствор для расправления прямо рядом с вертолетной площадкой. Здесь же и заправляют емкости. Всего на опрыски до нее уйдет почти 800 килограммов биологического препарата «Бактицит». Биологический препарат, который разрешен для работы во всех типах водоемов, включая рыботоварные. Этот препарат не наносит окружающей среде отрицательного влияния. И не влияет на нецелевые гидробионты, находившиеся в водной площади. Уже за первый день работы были обработаны анапские плавни в зоне Симферопольского шоссе, хутора Чембурга, станицы Анапской и ряда других близлежащих районов. Всего планируется обработать 175 гектаров за три дня, включая удаленные сельские округа. Некоторые места, которые расположены близко к населенным пунктам, вертолет обработать не может. Тогда в работу включаются инженеры «Гигиены Плюс». С помощью специальных квадрокоптеров они точечно обрабатывают таким же препаратом труднодоступные места. Сейчас у «Гигиены Плюс» на вооружении три дрона пятилитровых, то есть он может поднимать пять литров жидкости. Данным аппаратом мы можем обслужить 3-4 гектара в час, это с учетом всех заправок. То есть в день мы можем обработать примерно до 10-15 гектар. Как рассказывают специалисты, препарат можно распылять в любую погоду. Его основное предназначение – уничтожение личинок, насекомых именно в воде. Действует препарат начинает уже через несколько часов. Остальное зависит от ветра и мастерства пилота, который, как показал сегодняшний день, мастер своего дела. Только за два часа съемки он сделал более 10 вылетов. В течение 7 месяцев планируется провести еще 8 подобных обработок. Как показал опыт прошлых лет, специалисты справляются со своей задачей успешно.